здравствуйте друзья в своем обзоре я хочу рассказать о своей интерпретации организации резервного копирования образов хасио на облачный диск google drive к стандартной уже описаны в различных источниках процедуре я от себя добавлю несколько дополнительных информационных сенсоров а также постараюсь рассказать обо всех шагах процесса максимум подробно чтобы кроме описания самих действий стал понятен их смысл а также расскажу о некоторых подводных камнях напомню что все мои конфигурационные файлы можно посмотреть на github также все ссылки на источники которые буду упоминать в обзоре будут в описании под этим видео механизм создания резервных копий является штатной функция хассио и доступен как для ручного запуска в меню хассио снапшот здесь название здесь создание так и для автоматического при помощи специальных служб которые называются хассио снапшот full для полного слепка и ассио снапшот потел для частичного системы в данном обзоре я буду рассматривать только полный бэкап вся конфигурация аддоны и базы данных давайте рассмотрим пример скрипта который автоматически запускает создание полного бэкапа системы данный скрипт запускает сервис хассио снапшот full и присылает его имя автоматический бэкап с состоянием сенсора time date время и дату вот так это выглядит автоматический бэкап время и дата создания слепка и тут есть первый подводный камень перед вами казалось бы три абсолютно одинаковых слепка система full snap shot full snap shot full snap shot все сделаны примерно в одно и то же время на самом деле в пределах одного получаса 14 06 14 25 и 14 30 но давайте посмотрим чем же они отличаются открыв этот бэкап казалось бы есть home assistant папки какие-то csl шары ладоны аддоны дополнительные бэкап хасио ту google драйве конфигуратор но чего-то не хватает чего же не хватает давайте посмотрим другой снапшот здесь имеется целая лишняя папка которая называется home assistant configuration то есть этот казалось бы полный full snap shot не содержит себе копию конфигурации home assistant по сути всю логику работы умного дома и конечно восстановить из этого снапшота систему будет нельзя а из этого как раз будет можно и если посмотреть содержимое этого бэкапа в архиве то можно увидеть что основная папка содержит себе всего лишь четыре директории здесь нет моей директории include нет директории ввв в корневой папке отсутствует файл интерфейса lowlays отсутствует файл secret яму и остальные файлы то есть этот бэкап никак не может считаться полным а в бэкапе уже сделанным чуть чуть позже есть папка и include и ввв и ттс есть папка и lowlays и secrets к новым девайс в инклюдах соответственно содержатся все скрипты сенсоры автоматизации это действительно уже полный бэкап из которого можно развернуть систему чем разница между этими скриптами разница маленькая в имени здесь находится еще цифра 70 между словами автоматики бэкап казалось бы мелочь здесь этой цифры нету и уже есть конфигурация home assistant а вот еще один снапшот здесь тоже нет этой цифры все остальное то же самое и здесь тоже есть папка конфигурации home assistant поэтому при создании снапшотов проверяйте все ли есть в этом снапшоте чтоб потом не получилось так что у вас и снапшот есть а систему восстановить нельзя далее вот эти имена это описание снапшотов это не название файлов название файлов здесь такой рандомный набор букв и цифр с расширением тар которая находится в папке основной корневой папки хассио вот она бэкап вот эти файлы вот это файлы архивов и в таком именно виде они будут переноситься в дальнейшем на google drive для синхронизации снапшотов на google drive я использую аддон скотта макколи который так и называется backup to google drive на самом деле описание полное есть на странице главное его репозитория ссылка будет в описании под этим видео но возможно мой вольный перевод и объяснение каждого шага будут несколько понятнее чем вот это вот описание давайте приступим для установки аддона необходимо перейти в папочку хассио аддон store сюда добавить репозиторий автора ссылка на него тоже будет в описании под этим видео добавить и появится еще один репозиторий называется скотт макколи репозитория вот он в конце и здесь единственный аддон который называется backup хассио то google drive а пока наш плагин ставится переходим на google drive создаем папку вот я создал хабок об 70 и копируем ее идентификатор это цифры и буквы которые находятся после последнего слыша после слова folders вот этот идентификатор папки нам нужно скопировать далее переходим к нашему уже установленному аддону к разделу конфигурация здесь есть несколько строк которые можем сейчас разобрать первая строка это откуда будут браться и какие файлы как раз из папочки backup где хранятся наши снапшоты все файлы с расширением тар дальше это код той самой директории которую мы скопировали из google drive а здесь вставляете свой код здесь будут какие-то цифры вместо свин звездочек далее парк если включить этот параметр поставить true и поставить какую-то цифру то после каждого бэкапа если будет больше трех снапшотов сохранится на сервере то все остальные будут удаляться будут храниться только три последних снапшота здесь аналогично для google drive если включить этот параметр то на google drive и будут храниться только 10 последних снапшотов цифру ставим свою я выбрал 3 и 10 ну и дебаг это такой для больше для разработчиков параметр смотреть как работает этот скрипт через пару минут когда аддон стартанет запускаем его нажав вот эту кнопку open web ui после этого запускается окно получения доступа google drive это разовая операция нажимаем кнопку авторизация далее выбираем нужный для синхронизации google аккаунт я например специально завел отдельный для таких целей и нажимаем кнопку алло следующее окно генерирует код доступа google drive для аддона его нужно скопировать и вставить строку ввода страницы аддона после чего нажать кнопку справа если все сделано правильно откроется страница подтверждения доступа на которой будет находиться ссылка для запуска синхронизации нажмем на нее и посмотрим что из этого выйдет если все настроено правильно и аддон корректно отработает то окно результата будет иметь примерно такой вид давайте разберемся что значит каждый из параметров для удобства я скопирую результат в текстовый редактор итак первые параметры backup time штамм это время когда был сделан наш снэпшот по часовому поясу utc 2 это как раз какие файлы были выбраны в данный снэпшот третий параметр в какую папку здесь как раз вот наш этот код google драйва был скопирован скопированные эти файлы file count сколько файлов было найдено которые отвечают этим условиям already count сколько из этих найденных файлов было уже до этого скопировано синхронизировано соответственно back it up count это сколько файлов было в данный прогон загружена на сервер если обнаружено 2 и уже 2 было скопировано то 0 delayed count это сколько файлов было удалено сервера и delayed from google это сколько файлов было удалено с google диска следующий шаг это интеграция дона в home assistant для его запуска файле configuration яму нужно прописать rest команду которую я назвал google backup и которая вызывает ссылку которую мы уже запускали на тот самый аддон с таймаутом 300 секунд для того чтобы он успел полностью отработаться дополнительно в разделе сенсоров у меня сенсоры хранятся в отдельной папочке include sensors я сделал отдельный файл google яму я сделал несколько сенсоров первый сенсор это согласно инструкции к дону это сенсор который забирает результат выполнения скрипта тот который мы разобрали но для того чтобы этот результат привести к какому-то удобоваримому скажем так виду я добавил шесть своих дополнительных сенсоров первый сенсор который называется последний удачный backup он забирает время в режиме тайм штамп тайм штамп это время в секундах которые это юникс тайм время в секундах с 1 января 1970 года забираю время из параметра backup тайм штамп добавляю 7200 это два часа поправка на свой часовой пояс и отображаю формате time штамп кастом и вот таким образом сначала день потом месяц потом год потом час потом минута далее следующий сенсор я его назвал обнаружено файлов этот сенсор давайте сделаем меньше масштаб чтобы не возить вот так так чуть-чуть крупнее этот сенсор говорит о том сколько обнаружено файлов и он забирает из этого сенсора атрибут file count следующий сенсор уже было сохранено файла ну собственно как я уже рассказывал все эти параметры которые выдают сенсор я раскладываю по отдельным сенсором сколько файлов было уже сохранено это атрибут already count сколько было сохранено во время последнего прогон на бакетап каунт сколько было удалено сервера делейтед и сколько было удалено с google диска для того чтобы это все было в такой приятной форме после того как все эти сенсоры созданные запись configuration яму хомасистом нужно перегрузить для того чтобы применились все изменения файле lowlays ямул это конфигурационный файл интерфейса lowlays я добавил отдельную карту вот я ее назвал бэкап и вот эта карта которая называется тип карты антидис здесь я сделал ссылку на скрипт сейчас я его еще раз покажу почему я сделал скриптом они автоматизация потому что скрипт можно запускать вручную на дашборде и вывел все вот эти вот шесть своих сенсоров вот как это выглядит snapshot ручной запуск скрипта последний удачный бэкап время в нормальном формате с учетом моего часового пояса плюс два часа от ютиси сколько было обнаружено файлов сколько уже сохранил последний прогон удалено сервера удалено с google диска так согласитесь значительно приятнее чем все это вычитать одним большим выводом скопом и окончательный вариант скрипта который я использую скрипт называется ха бэкап и здесь последовательность такая сначала запускается сервис hasteo snapshot full имя присваивается автоматический бэкап и состояние сенсора time date обязательно проверяйте чтобы у вас сохранялась конфигурация home assistant а еще есть такой вариант что вы дали например точно такое же имя скопировали запустили скрипт этот а у вас все равно не сохранилась конфигурация попробуйте после создания скрипта и применение имени еще перегрузить home assistant это помогает и появляется уже папка конфигурации в снапшоте это важно проверяйте чтобы у вас были снапшоты нормальный дальше поставил задержку в 10 минут чтобы успел сняться снапшот и после этого запускается сервис вот это рост команда которым им прописали в конфигурации ням google backup вот здесь в папочке находятся снапшоты их есть смысл время от времени проверять все ли нормально видите сейчас уже здесь все нормально в этом снапшоте не очень и эти же все файлы будут храниться на google диске вот это файлы соотносительно свежего сервера где еще не очень большая база и занимают они немного ну в среднем 40 мегабайт если посмотреть более крупный backup там где база занимает порядка гигабайта то вот вес каждого файлика примерно 140-160 мегабайт напомню на google драйве бесплатно выдается 15 гигабайт диска что вполне хватает для создания резервной копии у меня сюда копируются сразу три сервера и вот последняя автоматизацию которая есть про которую сегодня расскажу это запуск каждый день в 3 часа ночи запуск скрипта который называется х бэкап то есть каждый день 3 часа ночи запускается скрипт который делает полный снапшот системы и грузит его на google drive для того чтобы можно было как говорится спать спокойно и так на этом все я постарался максимально подробно рассказать о всех нюансах резервного копирования но все же если у вас остались вопросы задавать их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые видео подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интересней